Красноярск посетила делегации предпринимателей из Омской области. Приехали они не одни, а с Омским региональным фондом поддержки предпринимательства. С нашей стороны гостей принимало Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Наши агентства и их фонд менялись опытом, а бизнесмены тем временем знакомились друг с другом и налаживали контакты. А мы же, будучи свидетелями этой встречи, сравнили пути развития бизнеса в двух сибирских регионах. Развитие малого бизнеса – это одна из задач государства на данном этапе, а потому практически в каждом российском регионе есть своя инфраструктура поддержки предпринимателей. Однако все они существуют сами в себе. Единого федерального министерства или агентства не существует. Поэтому сложилась ситуация, когда каждый регион рисует свою картину развития бизнеса. Инструменты помощи бизнесу, хотя и похожи, что-то новое тут выдумать сложно, однако есть свои ярко выраженные акценты. Очень хорошо это было видно на встрече Омского фонда поддержки предпринимательства, и аналогичного Красноярского агентства. Например, сильная сторона Амичей – это легкий выход на заграничные рынки сбыта. То, о чем наши пока мечтают. На базе фонда в настоящее время, уже довольно значительный период, действует Евроинфокорреспондентский центр, деятельность которого направлена как раз на поиск партнеров, как в России, так и за рубежом. Идет активный поиск партнеров через сеть Евроинфокорреспондентских центров во всей России. Идет поиск партнеров в любой точке России. В части продвижения нашей продукции на экспорт, и даже не на экспорт, а просто на другие рынки, в отличие от за пределы Красноярского края, вот в этой части Омск продвинулся гораздо дальше. ЕКЦ у них уже функционирует порядка 10 лет, насколько я знаю. Ну, они ближе к европейской части страны. И они уже такие визиты, деловые предприниматели организуют не первый год. Еще один механизм выведения своих бизнесменов в мир, это специально созданный в Омске центр поддержки экспорта. У него лишь одна задача. Поддержка всеми возможными способами экспорта ориентированных предприятий. Опять же, то, о чем у нас в Красноярске только подумывали. Поэтому наши специалисты жадно впитывали в себя опыт омечей по работе с внешним миром. Но и красноярцы лицом в грязь не ударили. Среди наших инструментов поддержки бизнеса тоже нашлись такие, которые вызвали интерес у омской делегации. Прежде всего, наши образовательные программы для предпринимателей. Для нас в Красноярске очень интересна программа обучения предпринимателей. То есть, такой, абсолютно такой формы у нас нет. То есть, мы работу в этом направлении ведем, но у нас она несколько в другой плоскости развивается. Система, допустим, образовательной поддержки предпринимателей, которые реализуются на базе нашего агентства, при поддержке российского микрофинансового центра. Она, наоборот, у нас уже третий год реализуется. А Омск вот сейчас сказывает предложение о том, чтобы перенять уже у нас этот опыт. Кроме этого, у нас есть программа менторского агентства, которая на других территориях Российской Федерации практически еще не запущена. И у мячей тоже? У мячей нет еще такой программы, наставничества. Поэтому и у этих организаций, которые к нам приезжают, и у предпринимателей есть чему поучиться у Красноярского края. Ну а пока чиновники от предпринимательства изумлялись достижением друг друга, сами бизнесмены, красноярские и омские, знакомились и завязывали контакты. Это еще одна и, может быть, главная задача таких бизнес-миссий. На удивление, незнакомые люди довольно быстро находили общий язык. Допустим, вот интересное прозвучало на встрече в Красноярском крае последние три года, очень качественное, и по сравнению с другими регионами дешевле продается зерно. Вот омские предприниматели этим заинтересовались, и вот один из контактов будет именно в этом направлении.